Я вот что подумал, друзья, если мои предыдущие видео были немного философские и грустные, и мне совсем не было донатов, то если я запишу веселое, радостное видео, может быть, что-то изменится. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Павел Петель. Ну а если серьезно, я во время монтажа предыдущего видео действительно обратил внимание, что оно какое-то... какое-то оно такое грустное, тоскливое. А я человек радостный и очень даже веселый, игривый. О, я так назову это видео. Я хочу сказать, что почему мои предыдущие видео были немного грустные, возможно, потому что есть определенный опыт негативный, когда еще будучи ребенком, в детстве со мной запрещали дружить детям, родители. Говорили, что Павел хулиган, веселый хулиган. А в университете, я помню, как сейчас, на день смеха, 1 апреля, на день смеха 1 апреля я подошел к преподавателю и пошутил. Ее взгляд я до сих пор чувствую и вижу. И я помню, как тяжело мне пришлось сдавать зачет по предмету этого преподавателя. А когда я создавал комедийные проекты в ярких образах, очень много было непонимания, негатива. И я что подумал, мир не изменится, а жизнь нужно прожить либо радостно, либо грустно. И каждое утро я просыпаюсь и говорю себе, я выбираю радость. Поэтому я на самом деле человек очень радостный, очень веселый. И я повторю, не все это понимают. И я более того осознал недавно, что очень много моих знакомых меня раздражают из-за того, что на мой взгляд они какие-то зануды. Я думаю, наверное, я такой. И действительно, посмотрите мое предыдущее видео. Я зануда. Я скучный. Но я не такой на самом деле. И сегодняшнее видео я хотел бы посвятить тому, как я радуюсь, как я себя балую, что я люблю себе покупать. Не совсем это полезное с точки зрения общественной морали. И начну я с самого утра. Я просыпаюсь утром и танцую танцы радости. Я называю это небольшая медитация, молитва, растяжка. Я уже не такой молоденький мальчик, чтобы танцевать, не растянувшись, не сделать какие-то упражнения. И я включаю какую-то веселую музыку. Перед этим я говорю себе, я вот что ты выбираешь, гадость или радость? Я выбираю радость. Включаю там, я само совершенство. Ах, какое блаженство! Или там, буратино, песня. Или не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Ну, это мои детские ассоциации с веселой музыкой. И танцую. Я танцую и пою. Открываю окна и двери. Свежий воздух. Я без одежды. Тело чувствует свежий воздух. Это радость. И тем самым приближает заветную чашечку горячего кофе, которая становится первым, наверное... Ну, не первым подарком, но одним из первых подарков, которые я получаю утром. Это свежий воздух. Это танцы. Это позитивные мысли. И чашечка горячего кофе после контрастного душа. Я также очень люблю себя стимулировать вот такими вот подарками. Например, я часто на тренировке говорю себе «Павел, вот сейчас закончится тренировка, да? И ты побалуешь себя яблоками с корицей». Я покупаю яблочки, режу их дольками, посыпаю корицей. И съем два яблока, а потом еще два, ну, если небольшое. Я вообще обожаю баловать себя едой. И, наверное, с еды мы и начнем. Я сегодня смотрел каталог, увидел там, ну, какой-то там и билла или пятерочка, увидел шоколадную пасту, арахисовую пасту. Я говорю себе «Вот обязательно на следующее Рождество либо на какой-то другой праздник я куплю себе эту банку и всю съем». Как вот в прошлом году я сказал на Рождество, я куплю себе палку колбасы и съем. Ну, я купил колбасу. Это была колбаса, правда, из мороженого, килограмм. Такая палка мороженая. И я взял огромную миску, туда вот порезал это мороженое, посыпал какао обильно, посыпал M&M's. И в течение всего дня я вот кушал, оно потаивало, и я исполнил свое желание скушать вот палку колбасы из мороженого. Но не только мороженое я люблю. Я вообще люблю всякие вредности в виде подарков. Но вот, пожалуйста, есть там день рождения, купи себе палку колбасы, сырокопченой, там, за тысячу рублей. Съешь кусок черного хлеба, лук, как в детстве меня баловали родители. Наелся и все, на год вперед. Я очень люблю книги. Кстати, от колбасы к книгам. Кстати, хороший переход. У меня традиция, я в январе иду в книжный магазин на Новом Арбате и покупаю какую-нибудь сказку. Вот я купил впервые, прочитал «Щелкунчик» и «Мышиный король Гоффмана». И знаете что? Знаете, что вся эта, вот эта вся сказочная история, это суета вокруг сала в колбасе. Получается как? Королева приготовила колбаски, собрала пир, бал, гостей, но салом она угостила мышей. Мыши попросили и много съели. И когда король почувствовал, что сала в колбаске мало, он такую истерику закатил, объявил войну мышам. Мало того, что его дочь, скажем, 15 лет, была уродливой куклой из-за этой колбасы, то и вся эта книга, она основана на недостатке сала в колбасе. Вообще, я обожаю «Щелкунчика», хотя прочитал его впервые и буду перечитывать каждое Рождество. Мне очень понравилась сказка. Да, книги. Я... У меня корзина всегда ломится на озон. Я себе добавляю, добавляю, потом иногда удаляю. Очень люблю книги. Очень люблю одежду. Редко покупаю, но очень люблю баловать себя, особенно осенняя, зимняя коллекция. Почему редко покупаю? Потому что трачу деньги на посуду. Обожаю красивую, роскошную посуду. Больше, чем одежда. Я буду ходить голый, но с красивой чашечкой. Я думаю, вы будете не против. Да, тут проблема выбора. Лагом. В чем-то нужно выбирать. Меньше одежды, больше посуды. Либо наоборот. На самом деле мы все зарабатываем практически одинаково. Кто-то тратит на новый телефон, кто-то на чашку, как я. Кто-то на какую-то одежду. Но я одежду люблю. Вы не подумайте. Очень люблю одежду. Есть к чему стремиться. Я просто обожаю цветы. У меня традиция на Рождество купить красные тюльпаны. Вообще просто это так вкусно, когда перед Новым годом в доме цветы. А, первое января, это обязательно белые тюльпаны. Для меня, меня тут тоже многие не понимают. Говорят, Павел, ты что так торопишься жить? Зачем цветы зимой? Помните, дьявол носит прада? Цветы весной очень оригинально. Это все. Вот именно. Цветы. Я не оригинален в этом плане. Я смотрю на скандинавов. Зима это сезон тюльпанов. Они украшают свой дом всегда цветами. Елочку, положено в принципе рождественскую, выбрасывать до Нового года. Либо вот Новый год встречается с чем-то новым. Не прошлогодними декорациями рождественскими, а чем-то свежим. Новым. Белые тюльпаны это символ Нового года, обновления, новой жизни. Пасха, желтые тюльпаны, потом весенние цветы, мускария, нарцисс, подснежники, лето, розовые цветы, пионы, тюльпаны, розы. Многие скажут, Павел, ты вот встречаешь Новый год 21 декабря. Ты что, язычник? Но если я язычник и поклоняюсь солнцу, то вы тем более язычники, кто поклоняется цифрам и отмечает Новый год только потому, что это цифра. Я не думаю, что кто-то из вас в новогоднюю ночь, поднимая бокал, говорит, 2020 год от Рождества Христова во славе Создателя. Но нет же, вы поклоняетесь цифрам, поэтому не надо мне вот рассказывать. Так уже лучше природе отдавать честь, чем каким-то цифрам. Вообще-то все смешно, все эти даты, а когда ты что отмечаешь? Ну, есть, да, природные какие-то объективные циклы. Я чувствую энергию. Ну, чего уж там. Как есть, говорю. А все остальные праздники? Ну, вот Константин Великий, да, римский император, провозгласил место Рождества, Нового Солнца, Рождество Иисуса Христа. Ну, это же все людьми создано. Это же цифры, даты. Кто-то говорит, Иисус родился весной, кто-то говорит осенью. А по факту что? Мы часто спорим из-за таких неважных вещей, потому что все это людьми создано, но не ради того, поверьте, чтобы мы спорили и ссорились. Но есть объективный факт. Это то, что каждый из нас действительно, особенно в темное время года, хочет какого-то света. Но опять же, стремление человека к своим корням. Огонь в доме, зелень какая-то. Возможно, ассоциации с счастливым детством. Украсить по-советски елочку. Но мы уже взрослые ребята, и, наверное, было бы неплохо быть немного осознанными. И я только буду радоваться, если вы будете радоваться. И я хочу, чтобы ваша жизнь была вкусной, игривой. На мой взгляд, игривые люди — это самые лучшие люди. Потому что, посмотрите новости, что происходит. Войны, пожары, конфликты, катастрофы. Опять же, какие-то ссоры между государствами. И вы хотите сказать, что это делают художники, писатели, артисты, веселые, радостные блогеры. Это делают серьезные иллюзии. Именно с серьезным выражением, да, как говорится, с серьезным выражением лица делаются самые большие глупости. Под моим прошлым видео написал человек «Павел, твой образ жизни, твоя диета подходит только бездельникам, артистам, писателям, дизайнерам». Наверное, вы правы. Но, если вы хотите сказать, что реальный труд, например, у доктора, который лечит другого человека, ну, допустим, от невроза, то, возможно, если мы будем жить игриво, радостно, по законам природы, может быть, этот доктор останется без работы, может быть, эти серьезные профессии будут не нужны, если мы будем жить несерьезно. Еще одна, один человек написал под прошлым видео «Павел, мне очень нравятся твои преобразования, развития, ты, ну, ты, наверное, не знаешь, куда идешь, ты не знаешь сам, куда движешься, что будет дальше, я знаю, мы все умрем физически, мы движемся к смерти, и это прекрасно, потому что потом наступит вечная духовная жизнь, нашей души радость наступит, и давайте сделаем выбор, гадость или радость, как мы будем жить сейчас. Радостно или гадостно? Поэтому сегодняшнее видео — это видео, в котором я хотел бы рассказать о том, что я очень радостный, игривый, веселый, сладкий, вкусный человек, и я хотел бы, чтобы вы тоже начинали свой день с какой-то радости, чтобы вы баловали себя, чтобы вы не были занудами, если хотите, колбасу, вот съешь эту колбасу. Я не хочу. Нет, я к какому-нибудь празднику обязательно. У меня кот под ногами лежит, хромик. Так. Ну и традиционно я хочу вас укусить в кренделек. Кто-то спросил, Павел, а где этот кренделек? А там, где и середина неба. Там, где и середина неба. Он там, где вы хотите. Я вас нежно кусаю в кренделек. Я вас очень люблю. Я очень рад вам. До скорой встречи. Вот что лежало. Вот что лежало у меня. Хрюсочка.